Мужчина лет 40, высокий, около 190 сантиметров, Кривич из Одинцова. Так сейчас называют его любители истории в интернете. Впрочем, когда он был жив, ни о каком городе и речи не шло, были лишь крохотные селения в долине реки Самынка. Внешность древнего славянина известный антрополог Михаил Герасимов воссоздал благодаря находке, сделанной в Одинцовском кургане. Из вот этих лесов, бассейна реки Самынки, из вот этих деревень, которые здесь были, которые оставляли после себя вот эти могильники, вот эти люди, они потом из лесов выходили и составляли население сельца Одинцова, Акишева, Акулова, Мамонова. Более 20 курганных комплексов, в их числе самый большой Одинцова-6, когда-то насчитывал более 100 насыпей, то есть захоронений. До наших дней сохранились лишь 68. И все это в любимом жителями округа парки культуры, спорта и отдыха. Такое соседство не во вред, а на пользу, говорит Антон Кузнецов, способствует сохранности памятников археологии федерального значения, в свое время уже пострадавших от рук черных копателей. Каждая из этих насыпей практически она раскопана. Вот мы видим эти ямы. Вот, к сожалению, археологи так не копают. Археологи, они вот пластами срезают, какие-то вот бровки оставляют, чтобы по ним отслеживать вот эти пласты, как он насыпался. В долине реки Самынки жили вятичи и кривичи, занимались земледелием, сеяли пшеницу, разводили скот. Были людьми небогатыми, поэтому материальная ценность предметов из курганов незначительна. А вот историческая очень высока, но черных копателей это не останавливает. Находили в том числе фрагменты человеческих останков, разбросанные вот этим черным копателем. То есть, все это под лопату, из этой ямы глина выкидывается, вот кости предков тоже наружу, вот и какие-то предметы извлекали. Нет здесь ни золота, ни серебра. Не только курганные комплексы расположены в парке культуры, спорта и отдыха. Есть и несколько селищ, мест, где жили древние славяне. На местности они незаметны, найти их помогут информационные таблички. Эти поселения археологами еще не изучены. Раскопки могут уничтожить древности, но возможно в будущем появятся технологии, которые позволят бережно заглянуть в прошлое.